Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения, информационная программа «Наше время», рассказывающая об основных событиях в городе и районе. В студии Юлия Беспалько и сегодня в выпуске. Пролог Победы. В Баранцево отдали дань памяти защитникам Родины. На Солнечногорской земле у деревни Баранцево был развеян миф о непобедимости фашистской армии. Фундамент будущего урожая. Для его закладки Дарвин предлагает все необходимое. Да, реально белые они, и кожура не горчит, в отличие от черных, которые обыкновенные, синенькие их называют. О зрелище, финал которого неизвестен. Самые важные новости за неделю. В эфире рубрика «Спортивное обозрение». Теперь об этих и других событиях более подробно. 9 мая Россия отмечает 69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Жители Солнечногория могут гордиться тем, что именно на нашей земле началось наступление Красной армии на Берлин. Это произошло зимой 1941 года в деревне Баранцево, которая стала последним рубежом обороны Москвы. 6 мая там состоялся традиционный праздничный митинг. Ежегодно в преддверии праздника Победы в Баранцево у символа военной мощи нашей страны – боевые пушки. На торжественный митинг собираются представители районной власти, духовенство, школьники и кадеты. Несмотря на дождь, слякоть и плохую погоду, ветераны Великой Отечественной войны пришли сюда для того, чтобы почтить память тех людей, которые мужественно сражались за нашу Родину и тех, кто не дожил до наших времен. Земля эта полита обильно кровью наших соотечественников 40-х годов, которые остались в памяти людей вечно молодыми, вечно 20-летними. Кто же мог остановить орду фашистских зверей, которые рвались к Москве? Это люди советские. Это качества людей, которых мы называем патриотизмом. В суровые дни 41-42-го годов именно на подмосковной земле и, в частности, на Солшногорской земле у деревни Баранцево был развеян миф о непобедимости фашистской армии. После митинга его участники возложили цветы к подножию мемориала воинов 18-й дивизии народного ополчения, которые остановили врага в 1941-м и положили начало нашей победы. Затем ветераны отправились на соседнюю лесную опушку. Здесь, у костра, они пели песни военных лет и вспоминали боевую молодость. Память ветеранов свежа, и они помнят каждый день войны, будто бы это происходило вчера. Память ветеранов свежа, и они помнят каждый день войны, а я уже в 90-летиях празднула. Мы запомним их такими и будем рассказывать следующим поколениям. Память о подвиге воинов Великой Отечественной войны должна жить в веках. Екатерина Фокичева, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». В Солнечногорском центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов состоялась традиционная встреча участников Великой Отечественной войны, штурмовавших в 1945 году Берлин. Берлинская операция, положившая конец войне, вошла в историю как самая крупномасштабная. И сегодня о ней расскажут ее участники – наши земляки. Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года. В ней участвовали три фронта. Первый белорусский во главе с маршалом Жуковым, второй белорусский во главе с маршалом Рокоссовским и первый украинский во главе с маршалом Советского Союза Коневым. Первый украинский, где танкистом служил Иван Пороскун, начал наступление на один день позже – 17 апреля. Маршал Конев применил тогда новую тактику прорыва обороны. Он во время наступления применил дымы и этими дымами, соответственно, ослепил противника. И мы наступали, и в первую очередь даже не видно было куда, но все равно шли, ориентир был один – на запад. В составе того же первого украинского фронта в саперном батальоне штурмовал Берлин Иларион Ильин. Каждый солдат, будь то автоматчик, танкист, летчик, делал свое дело. А мы, саперы, а мы более была узкая специальность, минеры, мы имели дело со взручаткой. Мины ставим, снимаем мины, подрываем, в тыл к немцам ходили, взорвали мосты, железные дороги. В Берлине Илариону Ильину довелось взорвать три станции метро. Метрополитен – полезный объект транспортного сообщения. В войну таил для воинов советской армии смертельную опасность. Станция метро наша заняла штурмовая группа, пошли дальше. А следующая станция у них в руках. Они под землей проходили, здесь ничем не прикрытый выход, с автоматами, с патронами, пулеметами и наносили очень мощные удары в спину, что называется, нашим войскам. Минеры штурмового отряда вместе с пехотой занимали очередную станцию метро, раскладывали мины и взрывом баррикадировали выход из станции. На одной из таких подрывных операций Иларион Ильин чуть не погиб. Заминировали станцию, а взрыва нет. Иларион Михайлович решил узнать, что случилось. И я побежал. Немцы открыли огонь. Не добежал метров, наверное, 15-20. Если ближе, то вообще, наверное, было плохо. И как это рвануло, пламя, наружный заряд, волна горячая. И вот эти глыбы по 100-200 килограмм на меня дождем кругом побило. Я сидел вот так, прижав руки над головой, уцелел. Также чудом уцелел во время наступательной берлинской операции Иван Пороскун. Недалеко от Бауцина он был ранен и контужен. Когда колонна танков продвигалась на запад от города, немецкие самолеты начали ее бомбить. Рядом с танком Ивана Семеновича разорвалась бомба. Из четырех человек экипажа в живых остался только он один. Я потерял сознание и очнулся, если так можно сказать, только в госпитале на второй день. После чего, после госпиталя, сразу же направился в свою часть и продолжал воевать вплоть до прави. 5 мая войска 1-го Украинского фронта вышли из поверженного Берлина и направились в Прагу освобождать ее население от оккупации. В ночь с 8 на 9 мая стало известно о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Ночью слышу громадная стрельба идет. Ну, мы, конечно, сразу выскочили с подвала. В чем дело? Смотрим, значит, со всех оружий стреляют. Ну, мы догадались, конечно. Ну, а там связисты были вот рядом. Я говорю, что такое? Почему это? О, конец войны. К утру 9 мая войска 1-го Украинского фронта были уже в Праге. Надо сказать, что нас чехи встречали очень хорошо, разумно. В этом отношении они молодцы. Они все отдавали для нас. Вот так нас принимала Прага. По цветам шли наши машины, танки. Все брошено на дорогу и шли по цветам. Иларион Михайлович говорит, что долго добивался организации встречи солнцногорцев, участников берлинской операции. Первая состоялась в 2008 году. На тот момент были живы 24 наших берлинца. В этом году на встречу пришло лишь 9 человек. Мы благодарим вас за то, что вы проявили доблесть, выдержку, мужество. Показали настоящий дух русского народа и победили в этой ужасной войне. Спасибо вам большое. Участники берлинской наступательной операции называют себя семьей берлинских. Дни с 16 апреля по 2 мая, пока шло наступление, сплотили их и сделали роднее всех родных. Татьяна Бауэр, Дмитрий Маракасов, Евгений Корнилов, Солнцногорское телевидение. Информационная программа «Наше время». Сегодня в нашей рубрике «Победители» история ветерана Великой Отечественной войны Виктора Михайловича Долгова. Виктор Михайлович Долгов родился в селе Галяково Клинского района 12 октября 1926 года. На военную службу его призвали 5 ноября 1943 года. Тогда Виктору Михайловичу было 17 лет. Воевать мне в России не пришлось. Я попал на первую группировку Ясо-Кишинев. Ну там маленько подыхались, пошли дальше на Венгрию. На Венгрию тут уже нам досталось. Там Будапешт, Будо и Пешти. Разделяет Дунай. Вот Дунай три раза пришлось форсировать. Первый раз мы разбирали, что у Дунаи дома были деревянные. Мы ночью разбирали, делали плоты. Ну, что на плотах? Ночью поплыли. Он осветил ракетами и прожекторами. Кто утопился, кого убило. Нас осталось из батальона 6, не то 5 человек. Ну потом дали подкрепление. И на третьи сутки, откуда ни возьмись, появились два катера Дунайской флотилии. Откуда они взялись? Ну да я тут можно было бы их. Нет, вот уж когда людей погибли, далее форсировали Дунай. Взяли до Будапешта. Пошли дальше, к Вене, туда уже, в Австрию. Вот в Австрии под озером Балатоном, а там туманы в марте месяце. Вот человек с человеком, я же не узнаешь. Вот там меня еще раз ранило. Я лежал в госпитале, все дети в Австрии, не в Венгрии. Демобилизовался ветеран в 1947 году. Затем пошел работать в Солнечногорскую милицию, где прослужил 20 лет. Машины, ничего. Вот сообщал что-то такое. Выезжаешь, выходишь или лошадь запрягаешь. И задерживали. Есть у Виктора Михайловича награды и ордена. Орден славы за боевые и за твагу. А остальные за выслугу лет. Женился Виктор Михайлович сразу после армии. Со своей женой Анастасией Ивановной ветеран прожил 55 лет. Четыре года назад супруги Виктора Михайловича не стало. Сейчас он живет в поселке Новощапово Клинского района с дочерью и правнучкой. Есть у ветерана и проблемы. К сожалению, в его доме нет ни душа, ни туалета. Будем надеяться, что найдутся люди или организации, которые помогут ветерану и его семье. Оксана Федяшина, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». В этом году нашей рубрике «Победители» исполняется 10 лет. В честь этого юбилея по случаю Дня Победы в дни праздника на нашем канале состоится ретроспективный показ выпусков рубрики. Ее герои, в том числе и те, кто, к сожалению, уже ушел от нас, будут рассказывать о Великой Отечественной войне, тяжелых испытаниях, невосполнимых потерях и великой победе нашего народа. Смотрите все выпуски рубрики «Победители» с 8 по 10 мая в 19.30, 11 мая в 9.30, повторы 9 и 10 мая в 9.30, 11 мая в 10.00 и 12 мая в 8.00 и 14.00. А в преддверии Дня Победы с поздравлениями к жителям Солнечногория обратился глава района Александр Якунин. Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, уважаемые жители Солнечногорского района, я искренне поздравляю вас с великим праздником Победы. Вы пожертвовали для нас самым дорогим, своей жизнью, здоровьем, любимыми и близкими ради Победы над врагом, ради свободы родной земли. Память о горечи военных потерь, о счастье Победы будут бережно передаваться из поколения в поколение. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачен этот величайший день в истории нашей страны. Вы – наша сила и вера. Спасибо вам за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за то, что великая страна живет и расцветает. Дорогие ветераны, я желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, заботы и поддержки близких. С праздником Великой Победы! Ну а сейчас о том, какие праздничные мероприятия для солнечногорцев и гостей города готовит районный комитет по культуре в День Победы 9 мая. В 10 часов 30 минут мы хотим открыть выставку, которая называется «Подвига, не меркнущая память». Это выставка фоторабот, фоторабот наших фотохудожников солнечногорских, которая посвящается также теме ветеранов. Начало митинга будет в 11 часов. На митинге планируется выступление руководства района, ветеранов наших. После проведения митинга будет возложение венков и цветов. Ориентировочно в 11 часов 25 минут предполагается пролет над городом Солнечногорском пилотажной вертолетной группы. Концертная программа начнется в 12 часов. И с 12 практически до 22 часов будет проходить концертная программа. Ну и в 22 часа ориентировочно предполагается салют, как всегда, под звуки песни «День Победы», уже ставшие традиционные, у нас будет проходить салют. Пора закладывать фундамент будущего урожая. Для этого в садовом центре Дарвин созданы все условия. Разнообразие рассады овощей приятно удивить любого дачника в качестве бонуса рассада однолетних цветов. Зачем тратить время и пытаться вырастить домашнюю рассаду самостоятельно? В садовом центре Дарвин можно найти ростки всеми любимых томатов, огурцов, перцев, капусты и баклажанов по доступной цене. Мало того, в садовом центре представлены такие сорта для выращивания которых даже не понадобится теплица. В этом году были привезены томаты ампельные. То есть их можно сажать. Сажайте, ставите опору. Они, конечно, не настолько крупные, как обычные томаты, но также очень вкусные. Есть и экзотические варианты. Например, в продаже имеется рассада белых баклажанов. Реально белые, и кожура не горчит. В отличие от черных, которые обыкновенные, синенькие их называют. Также в садовом центре Дарвин широко представлены однолетние цветущие растения тагетисы, алиссумы, петуния, бегония. Мы привыкли называть это однолетнее растение анютины глазки. На самом деле, это обильно цветущая амперная виола. Она прекрасно подходит для украшения террас, балконов и беседок. Требует регулярного полива. А это тоже виола, но только крупноцветная. Она устойчива к любым погодным условиям и цветет с апреля по сентябрь. Сотрудники садового центра гарантируют, рассада овощей и однолетних растений из Дарвина хорошо приживается и устойчива к болезням. Татьяна Баур, Евгений Корнилов, Сыношногорское телевидение, информационная программа «Наше время». И это все события на сегодня. С новостями спорта вас познакомит моя коллега Екатерина Фокичева. Я на этом с вами прощаюсь и поздравляю с наступающим Днем Победы. Катя, вам слово. Спасибо, Юля. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире рубрика «Спортивное обозрение». 4 мая в Кривцово состоялось ежегодное открытое первенство по боксу на призы главы городского поселения Солнечногорска. Подробности в нашем репортаже. Ежегодные соревнования по боксу проводятся уже в течение 10 лет. В этом году в первенстве приняли участие мальчики и юноши 2002 года рождения и старшие из разных городов Московской области. Числом более 70 человек. Проводим в разных местах. Вот в этом году посчастливилось проводим в этом комплексе в Кривцово, в поселке Кривцово. А так раньше проводили в Смирновке, до этого проводили в Солочногорске, на Вымпеле. Очень традиционно к нам всегда приезжает очень много народу. из Клина, Высоковска, Дубна, Тверская губерния, Зеленоградс под руководством заслуженного матчера спорта Евгения Николаевича Дорожкова. На ринг выходили как новички, так и более опытные спортсмены. Боксеры сражались, стремились вырвать победу у противника. Несмотря на юный возраст, каждый рвался в бой и тяжело переживал поражение. Болельщики громко поддерживали участников поединков. Небольшой зал в ДК Кривцова был пропитан атмосферой праздника бокса. Судьей-информатором на турнире была Людмила Ивановна Глебова. Ее голос уже 40 лет звучит на различных соревнованиях, начиная от областных и заканчивая чемпионатами мира. В первенстве участвовали ребята, которых тренирует четырехкратный абсолютный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы среди любителей, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Горстков. Несмотря на громкие заслуги, Евгений Николаевич обладает удивительной природной скромностью. Да какие заслуги? Просто тренировался и так получилось. Это не заслуги. Но заслуги, когда что-то такое, олимпиаду выиграешь, это заслуга уже. Сейчас Евгений Горстков обучает детей боксу. Некоторые его ученики уже выигрывали крупные соревнования. Тренирует Евгений Николаевич мальчиков, так как считает, что это не женский вид спорта. Нельзя до абсурда доводить. Есть женские виды, есть мужские виды. Ну, как бы женщина-боксер, я до сих пор это как-то дискомфортно чувствую, когда вот такие вещи смотрю. Женщины не для этого предназначены, чтобы... Ладно, там фехтование, ладно, там что-то... Какой-то... Ну, гимнастикой это их святое дело. Ну, бокс это вообще... В нынешних соревнованиях девушки не участвовали, а победителями в своих возрастных категориях стали Александр Зайцев, Иван Валигура, Владислав Голбан, Вячеслав Рева, Алексей Михайлов, Мартин Джуарян, Георгий Анилы, Денис Купченко, Никита Гришков, Армен Милконян, Максим Доронин, Екатерина Фокищева, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, «Спортивное обозрение». Наш земляк, 9-летний шахматист Андрей Цветков радует нас своими результатами. На этот раз он стал бронзовым призером на первенстве России по детским шахматам. Первенство России по детским шахматам проходило в Сочи с 15 по 28 апреля. Попробовать свои силы приехало 1335 юных спортсменов из 77 регионов страны. Программа первенства состояла из трех турниров. Классические шахматы, быстрые шахматы «Блиц». Самый престижный и наиболее продолжительный турнир – классические шахматы, где партия длится несколько часов. Турнир по классическим шахматам первенства России разделен на две лиги – высшую и первую. В высшей лиге принимают участие только чемпионы федеральных округов, краев и городов федерального значения, а также участники, завоевавшие призовые места на первенствах Европы и мира. В этом году высшая лига возрастной категории до 11 лет была представлена 55 участниками. Солнечногорец Андрей Цветков в нелегкой борьбе выиграл бронзу, показав лучший результат среди ребят 2005 года рождения. Но это не единственное достижение спортсмена. Еще он занял второе место в первенстве по быстрым шахматам. Это также лучший результат среди шахматистов 2005 года рождения. В поселке Луньево Солнечногорского района развивается очень редкий вид спорта. Называется он Чанбара, иначе говоря, японское фехтование. Об этом наш сюжет. Чанбара появилась в Японии в 1971 году. Этот вид спорта был создан на основе самурайского поединка. Он является полноконтактным фехтованием на нетравматических имитациях холодного оружия в дунных мячах. Спортсменам гарантирована полная безопасность. Основная идея данного вида спорта это свободный поединок. Ты можешь использовать любую технику, любые приемы, и критерием победы является попадание. Одно жесткое попадание своего оппонента. Любую часть тела. Бои происходят один на один, как в классическом фехтовании. Чанбары сражаются на нескольких видах оружия. Это короткий меч, длинный меч, палка, копье, кинжал и шест. Даже на соревнования проходят очень интересно. То есть, если в традиционных видах, скажем, в карате, или в дудо взять, ты можешь очень долго ждать своей схватки или своего поединка, а потом выйти, проиграть, и все. И день свободен. То здесь, если не повезло в одной категории, ты можешь попробовать свои силы в другой категории. У клуба Чанбары в Лунево очень много наград, полученных на различных российских и европейских соревнованиях. Спортсмены также ежегодно ездят в Токио на чемпионат мира. И вот ученики этой школы, Луневской школы, спортивной школы, они там завоевывают призовые места, в том числе и первые. На мировых форумах только три иностранца, то есть не японца, были гранд-чемпионами. Американец, француз и россиянин. Последний является представителем Луневской школы. Я четыре раза ездил в Японию. Для меня это очень огромный опыт с точки зрения спорта. Один раз я стал гранд-чемпионом, то есть это прям скажем так, высшая награда. И последние три раза были именно победные, скажем, в каких-то отдельных категориях. Следующий чемпионат мира пройдет в ноябре в Токио. Чанбара очень популярный вид спорта в Луневском поселении. Все желающие могут заниматься им абсолютно бесплатно. Екатерина Фокичева, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. Наш анонс. 9 мая в 12 часов на стадионе «Металлург» пройдет ряд спортивно-массовых мероприятий по баскетболу, футболу, волейболу среди ветеранов. В час дня будет проводиться легкоатлетическая эстафета на улице Почтовая, а в 2 часа дня состоится турнир среди инвалидов по армспорту. Все события, приуроченные к 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это все новости спорта на сегодня. И не забывайте, что спорт – это единственное зрелище, финал которого никогда не известен. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова